Это Пульс дня. Мы продолжаем выпуск. Как обычно, в понедельник к нам присоединяется издатель и медиа-менеджер Александр Ходос. Александр, приветствую вас. Артем, добрый день. Спасибо, что позвали. Ну вот, очень многие люди, которые рассуждают о действиях России в Украине, говорят о том, зачем, мол, Россия спасает кого-то там в Украине, если нужно спасти Калугу, например, когда люди живут в зданиях, которые построены еще при царе. И в то же время мы видим, как на прошлой неделе Джо Байден просит Конгресс выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Это не смотря на те деньги, которые уже были освоены. И на самом деле, вот знаете, 33 миллиарда долларов это огромные деньги. Это бюджет штата Миссисипи, скажем, годовой. Или половина бюджета штата Нью-Йорк. И вот здесь у меня возникает вопрос, а не лучше ли эти деньги использовать на самом деле внутри страны? Например, сейчас в Канзасе, вы знаете, очень много разрушений после торнадо. И вообще, какие Америка преследует цели или на что надеется, что получит потом после этого, после этой войны, вкладывая такие деньги? Артем, мы напечатаем еще. Не волнуйтесь. Да, но в конечном итоге, американские налогоплательщики, потом будет инфляция еще больше, чем сейчас. И так уже рекорды, но... Артем, подожди, не употребляйте будущее время, пожалуйста. Инфляция присутствует. Она есть, она с нами. И она наиболее сильная за последнее, если память не изменяет, 40 лет. Поэтому в отношении того, почему, что и как происходит, ну, сегодня это, извините за сленг, такая фишка, которые не могут, от которой не могут отказаться демократы. Ну, никак. Да, республиканцы не могут. Сегодня, полностью отставая от республиканцев по domestic agenda, по тому, что происходит у нас дома, естественно, единственное, что они могут сегодня делать, это разыгрывать карту внешней политики. Я не могу сказать, что это плохо для Украины, это прекрасно для Украины. То есть я от всей души рад, что именно так происходит. Но те 10 республиканцев, которые проголосовали против Ленд-Лиза, ну, вы знаете, естественно, их подвергнут устракизму, у них вещи не очень веселые в результате этого, потому как real politics, по-другому не получается, по-другому не бывает. И инфляция, и цены на бензин, цены на товары, цены на продукты, цены на машины, оно все вместе, безусловно, создает такой интересный фон, на котором ноябрьские выборы выглядят все более и более однозначно. Именно поэтому Пелоси, вы видели ее, красавицу в Киеве, unexpected visit, сказали, нет, визит, который никто не ожидал, она приехала. Как она преклонилась перед Зеленским, если вы видели, то я уверен, что вы видели эту же фотографию. Это мудрый ход. Они разыгрывают то, что единственное, что они могут сегодня разыграть. А бедные американцы просто затянут по ту же пояса, и все. Зачем это нужно, Александр, разыгрывать? Ну, мы видели уже, Борис Джонсон приезжал, ну, другие президенты других стран приезжали. Более того, госсекретарь был, министр обороны Соединенных Штатов уже на прошлых выходных посетил Киев. Зачем еще Нэнси Пелоси туда приехала? Ну, затем, вот мы же об этом именно и говорим, затем, чтобы показать, как она сказала, мы здесь до тех пор, пока Украина не победит. Это игра в политику. И она на руку сегодня Украине и украинскому народу. Я безумно счастлив, что так происходит. Другое дело, что нам делать, не нужна ли нам тоже война, чтобы как-то вдруг на что-то посмотрели нормально? Не дай бог, конечно. Это я лишнее сказал, вне всякого сомнения. Тем не менее, тем не менее, что мы будем делать, когда победим Путина? Когда не будет его больше? Когда закончится агрессия Российской Федерации против Украины? Где мы найдем другого такого врага, на котором можно будет списать вообще все? Все наши проблемы, все наши недоделки, недочеты и идиотские решения. Но надо будет выдумывать кого-то другого, потому что сегодня эта карта разыгрывается снова и снова. Я не за Путина, естественно, я против этого ужасного режима. Я, естественно, за Украину полностью, чтобы им давали и 33 миллиона, и 33 раза по 33 миллиарда, извините. Но надо смотреть правде в глаза. Правда состоит в том, что сегодня западные политики, наши политики, выстраиваются в очередь, чтобы пожать ручку Зеленскому. Он великий президент, он феноменальный лидер, это правда. Но его используют по полной программе. И я не знаю, как к этому отнестись. Я затрудняюсь дать трезвую оценку. С одной стороны, это очень лицемерно, безусловно. С другой стороны, это здорово для Украины. Поэтому не знаю, Артем. Вы знаете, но понятно, так как мы все выходцы, скажем, из бывшего Советского Союза. И мы, вы правильно сказали, мы рады, когда эти деньги идут в Украину. И, в общем, это в целом хорошо. Но, а как же другие иммигранты или другие жители Америки? Например, я просто приведу пример. Если бы сегодня это была не Украина, а, скажем, Афганистан. Если бы сегодня Джо Байден сказал Конгрессу, дайте нам 33 миллиарда долларов, отправим их в Афганистан. Мы бы были против этого? Да вся страна была бы против этого. Вы же прекрасно это понимаете. Плюс беженцы из Украины сегодня находятся, те, которые в Мексике, их не пускают особенно. Тоже надо об этом помнить. То есть одной рукой мы, значит, с одной стороны мы декларируем всяческую помощь, любовь, нежность и поддержку. А с другой стороны не делаем полностью то, что надо делать. Но беженцы из Афганистана, вы же знаете, какой там был кошмар. Сколько людей оставлено там, где нельзя оставаться нормальному человеку. И действительно, это та же, та же, то же лицемерие. Понятно. Биг палатик. Естественно, люди, мы говорим об общественном мнении, об мнении американцев, более с большей симпатией, с большим переживанием относятся к тому, что происходит в центре Европы. А то, что в Афганистане, ну что с них стали бы взять, что с этого населения взять, они сиры и убоги и не соотносятся, не координируются, не соответствуют тому, что я из себя представляю. Это больно, это печально, вы правы, абсолютно. Но, тем не менее, это непреложный факт. И сегодня в этой политике, в которую играют наши конгрессмены, сенаторы и администрация, это имеет место. Ничего с этим не сделать, я думаю, что на сегодняшний день. Вы затронули тему беженцев, которые находятся на мексиканской границе. С прошлой недели граница закрыта, но по-прежнему действует статус временного беженца, который предоставили для украинцев. На минувшей неделе произошли некоторые изменения или, скажем, пояснения от властей, как теперь нужно получить этот статус. И для того, чтобы его получить, спонсор только может из Соединенных Штатов заполнить документы, подтвердить, что у него есть деньги достаточные, чтобы содержать этих беженцев. Показать свою состоятельность, показать свои налоги, дать свой social security номер. В общем, очень много нужно проделать, чтобы этих беженцев принять. Сами беженцы при этом из Украины не могут подавать какие-то документы, если у них нет спонсора. То есть, если у тебя, по сути, нет родственников в Соединенных Штатах, ты не можешь ехать. Как вы оцениваете это? Как будто бы мы, знаете, не наберем те 100 тысяч беженцев, о которых мы заявляли. С такими требованиями, кажется, что мы едва тысячу-то заберем человек. Вы абсолютно правы. Плюс надо добавить, что еще этим самым беженцам надо подавать документы онлайн. Ну, я думаю, что в этом просто такое фарисейство, такая несправедливость, что не приведи Господь. Но где они могут онлайн, если они в лагере перед южной границей Соединенных Штатов Америки, найдут что-либо? Ну, дикость. Полнейшая дикость совершенно. И то, что происходит, давайте немножко отмотаем. Сколько в Польше беженцев, сколько в Польше людей, которые сбежали от войны, от ужасов войны, от этого кошмара. Польша, что настолько богаче Соединенных Штатов? Или просто там люди имеют совершенно другое понимание и отношение к бедам соседей? Да, вся Восточная Европа, другие страны, мы, декларируя то, что мы самая богатая, самая демократичная страна, которая действительно ценит человеческую жизнь, мы не можем даже эти сто тысяч принять. Не понимаем вообще, где, где, что. Мы принимаем какое-то бешеное количество людей, идущих из Южной Америки, без документов, пересылаем их в центр страны, даем им все. Медицину, образование, всевозможную помощь. И при этом те люди, которые действительно страдают, мы не можем действительно сказать, ребят, давайте миллион украинцев сюда. Еще надо отметить, что украинцы, они не очень хотят эмигрировать полностью, помните об этом. Очень многие собираются вернуться, но, тем не менее, на то время, пока идет война, мы могли бы и должны были бы дать убежище для этих людей. И этого не происходит. Это больно и печально. Александр, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был издатель и медиа-менеджер Александр Ходос. Спасибо, Артем, и всех вам благ. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова